Здравствуйте дорогие друзья! Как всегда вас приветствую в телевизионном журнале Клуб Шико. Мы сегодня в Лазурном на слете наших российских кинологов, которые тренируют вот таких замечательных собак по поиску и спасению людей. Лазурное знаменито тем, что здесь буквально на берегу моря заброшен бывший недостроенный санаторий. Стоит себе с 90-х. Теперь здесь собаки-поисковики тренируются искать в завалах людей. Кинологи облюбовали это место. Никто не мешает, доступ к морю демократичен. Да и лагерь рядом с пляжем, где тоже тренируются собаки. Посмотрите, как филигранно выполняется задание. Эта собака меня покорила до глубины души. Своим умением, настойчивостью. Такой обученный пес не только груз вытащит, но и человека спасет. В завалах здания тренировки шли каждый день. Собаки и люди оттачивали свое мастерство. Но и с нами поделились знаниями спасательного дела. Сюда нас, в общем-то, ну, наверное, с большей части России пригласил отряд крымских волонтеров. Ребята очень ответственные, очень увлеченные. Место выбрано не случайно. Во-первых, для размещения с нашими четвероногими, пушистыми и не очень спасателями здесь есть все условия. Потому что народу мало, никто не обижается, что мы тут бегаем, гавкаем и так далее. Никого не раздражаем. Вообще никого не раздражаем совершенно. И плюс, вот как вы видите, здесь территория очень хорошего, качественного техногенного завала, на котором можно собачкам и кинологам ставить всевозможные задачи. Люди сами думают головой, собачки тренируются. И, в общем-то, очень благодатная почва для качественных, хороших занятий. Здесь проходят учебно-тренировочные сборы и проходила аттестация. Кстати, Варваре хоть и год, а спасателем она стала недавно, человека нашла сразу и легко. У нас очень много волонтеров по всей стране. Просто когда приезжаешь и знакомишься еще и с местным народом, естественно, и опыта набираешься, естественно, и знакомишься с ребятами. И собаки адаптируются, социализируются очень хорошо. И наблюдая, как работают сейчас волонтеры, те люди, у которых это не работа, а хобби, становится очень приятно, на душе и тепло. Потому что люди настолько отдают себя вот именно этому делу, что, ну, иногда наши, так скажем, штатным это все не настолько важно и настолько нужно, как это нужно волонтерам. Наверное, это в чем-то у людей, у этих смысл жизни. 25 лет ввиду программы о животных. Последнее время столкнулось с тем, что люди, часто хозяева, вообще не хотят заниматься с собаками, понимаете? И собака становится крайней. И мы очень часто в своем журнале занимаемся тем, что пристраиваем в другие и ищем добрые руки. Породистым животным, я уж не говорю про дворняк. В чем дело? Как вы думаете, почему люди такие обленились? Что случилось? Это, наверное, бич нашей страны. Дело в том, что сейчас очень модно разводить, так скажем, животин, чисто вот просто потому, что думают, что собаке нужно для здоровья. Вообще, мне очень интересно, как можно вязать собаку для здоровья и какое же здоровье прибавляют ей эти бесконечные щенения. И так далее. Просто, наверное, когда человек приобрел собаку для себя, для души или для работы, да еще если он что-то вложил в эту собаку, да еще если бы наши власти, так скажем, обязали людей ответственно относиться и наказывали бы за неправильное обращение, и тем более за оставление собаки на улице, выбрасывание животных, и, наверное, вводили бы за это какую-то ответственность, наверное, было бы намного лучше и проще. Потому что очень часто мы сейчас в рабочей смене, когда работаем, очень часто выезжаем на бездомышей, на бездомышей агрессивных, на бездомышей, которых учили охранять дом, а потом просто спустили с цепи и отпустили на вольные хлеба. И это, наверное, все-таки бич нашего социума. Ну а следующая наша героиня – Шуя, канадская белая овчарка. С заданием по поиску тоже справилась без труда. Находку обозначила лаем. Все как положено. Занимались мы с ней с детства, с трех месяцев, как только взяли собачку. Ей очень нравится. Ну, занятия должны быть регулярные, еще каждый выходной мы занимаемся, если получается раньше, потому что этот навык требует постоянного поддержания. Собака у нас только еще два года занимается, поэтому мы в реальные поиски еще не участвовали, но вот она уже практически готова, прошла две аттестации МЧС, поэтому я думаю, что в ближайшее время мы приступим. А вот режбеки меня сильно удивили. Этих собак ну никак я не соотносила к спасателям, наблюдая за ними на выставках и на прогулках. Но здесь, на развале, потерпевшее было найдено в минуту. Ну, а пес получил за отлично выполненное задание вкусняшку. Вот развейте миф, сложившийся у наших крымских телезрителей, о том, что эта порода довольно агрессивна. А я вижу, что они замечательные, и людей они спасают и ищут. Они замечательные собаки. Если любую собаку расстравливать, она будет агрессивна. Если собакой нормально заниматься, она будет очень лояльна. В принципе, режбеки по породе не агрессивны к людям. Они к ним нейтральны. Агрессия, вот такая вот резкая агрессия, это брак породы. Долго тренировали вообще режбека? Быстрые они, сообразительные? Они очень быстрые и сообразительные, но для ПСС их, да, надо работать, потому что они не любят лаять. У нас проблема вот с этим. Мы их долго учим лаять на статисте. Им это не нравится. Им нужно обозначение делать, а они тихие. Да, они не любят лаять, не любят шуметь. Наши кинологи доказали, любую собаку можно научить спасать людей. Давно подтверждено специалистами, одна собака может заменить в поиске 30 человек. Нет лучше помощника. Ведь собака даже сквозь толщу снега в 5 метров людей находит. Но уж вот такие и на море вас подберут, а, возможно, и первую помощь окажут. Он приехал к нам издалека, из Сибири. Будущая хозяйка увидела его фотографии в интернете и влюбилась с первого взгляда. Он помог ей пережить трагедию, потерю двух собак, ушедших друг за другом. Обычно у людей, как появляются собаки, да? Мама, купи собаку. Мама купила собаку. 12 лет назад у меня в доме появился Байрон. И Байрон стал для меня олицетворением вообще собаки, ума и вообще моей душой. Он меня понимал без слов. Случилось у нас несчастье. И Байрон у нас ушел. Я осталась без собак. Я себе, конечно, сказала, никаких собак. Никаких. Потому что я не могла себе представить, что будет какая-то другая собака. Собачники посоветовали мне поменять породу. Случайно я увидела пончика. Понятно. Да. И я показала фотографию как бы своей семьи. Они мне говорят, а где ты нашла такую фотографию маленького Байрона? Я говорю, это не Байрон. Это пончик. Муж мне сказал, где? Я говорю, в Омске. Мне сказала, когда едем? Я говорю, ну давай хоть какие-то дела сделаем. Говорю, через неделю. И вот мы поехали за ним в Омск. Забрали его. Он ехал, конечно, идеально. Мы переживали все-таки... Сколько мы ехали? Три-четыре дня. Как щенок это все перенесет. Но он герой. Перенес нормально. Все перенес, да. Сразу понял, что это его хозяева. Да. Папа ему сказал, ты едешь в рай. В Крым. Ты в Крыму. И вот теперь он у нас... Да. Я, конечно, другую породу не представляю. За 25 лет общения с владельцами собак столкнулось с тем, что многие не изменяют какой-то одной выбранной породе. Сделав опрос, выяснила, хозяева золотистых ретриверов оторваться от своих золотинок вообще не могут. Для меня это собака, которая очень добрая. То есть все приходящие в дом, она никогда никого не облает. То есть не надо переживать, что там, ну, как вот, бывают там собаки, да, охраняют или что-то. Она очень добрая. Абсолютно никаких. Каких она залежит, как говорят собачники, до смерти. Только это. Вор зашел и забыл, зачем зашел. Да. Потом они, конечно, интеллектуалы. Они прежде, чем что-то делать, они думают. Они очень добрые, как бы к детям добрые. Ну, кто к нам приходит, если с детками, все, они как бы играют, ну, дают с собой делать все, что угодно. Ну, вот сейчас у меня внук маленький, да, ему два месяца. И приходят дети ко мне, оставляют на улице коляску. Если ребенок там что-то зашевелился, он уже бежит к дочке, иди давай, там дитё у тебя что-то. Плачет. И вот я надеюсь, что сейчас он подрастет, как раз этому год тому, и как бы они будут расти вместе. Теперь Елену Петровну, говорят, можно и на выставках увидеть. Она начала выставочную карьеру своего любимца. Вы начали выставочную карьеру. Много ваших соперников вы увидели? Мало, если честно. Как бы люди, ну, может, далеко ехать. Как бы у нас в Крыму мало выставок проходит. Ну, и мы как бы не очень еще в этом разбираемся. Ну, вот в Крыму мы были на одной выставке в Севастополе. А так мы были уже в Новороссийске два раза. И сейчас вот... Ну, в Новороссийске ваших представителей, вашей породы было много? Мало. Мало, да? Мало, да. Вот в Севастополе мы были на выставке. Мы одни были. В Новороссийске не помню. Собак шесть, наверное, было всего. А вот когда вы гуляете, за лабрадора принимают? Ну, мы гуляем в основном с собачниками, которые в породах разбираются. Знают. Да, они как бы знают, что это голден. А вот если мы гуляем в Гагаринском парке или как бы вот мы в городе, в Новороссийске гуляли, то есть люди спрашивали, это лабрадор, то есть объясняю разницу. Лабрадор гладкошерстный, голденый, пушистый. Она все свое свободное время проводит с Вольтером. Для нее он настоящий лучик в жизни, как и для многих хозяев золотистых ретриверов. Ведь эти собаки не только идеальная компания. Высокий интеллект этих псов позволяет воплотить в жизнь ваши желания. Золотинки улавливает все. Всегда рядом. Даже в танце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok